Привет, друзья пилоты! Сегодня я летаю на самолете чехословацкого производства Авиа БК-34. Его можно купить во вкладке Европа. Стоит он недорого и самолет доставляет массу удовольствия. У меня также есть самолет-близнец его, который мне выпал в трофейном ящике. И отличаются эти два самолета тем, что у бесплатного самолета, который выпал в призовом ящике. В модулях обычные пулеметы. Четыре пулемета калибром 7,92. Эффективная дальность у него всего 420 метров. В отличие у самолета, который можно купить на вкладке Европа, есть пушка 20 миллиметровая. И поскольку я не пользуюсь приблизительно на той же дистанции, что и пулеметом, это дает заметное преимущество. В обслуживание я почти ничего не добавлял. Как видите, стоит оборудование начального уровня. У меня в принципе и самолет до специалиста не прокачан. И это дает шансы на более успешное попадание в рандом. Потому что как только вы прокачаете звание специалиста, вас тут же рандом будет вкидывать в более сложные ситуации. Пилот оставлен чехословацкий, хотя можно было пересадить, к примеру, советского, немецкого. Я оставил родного. В звании надпоручик. По классификации Советского Союза это, наверное, как старший лейтенант. Прицел прокачивать не стал, потому что и так стреляет нормально на небольших дистанциях. Прокачал ему умение глазастого. Ну и все воздушные качества. Пилотажник, виражник. Это ему больше пригодится, потому что бои в основном виду на таких самолетах маневренные. И маневренность с таким оборудованием 92 единицы, что достаточно для того, чтобы перекрутить большинство самолетов. Итак, пробуем. Пробуем играть звеном. Сейчас кого-нибудь подберу и полетим. Продолжение следует... 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 Мы отбили передовой аэродром. Хорошая работа! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...